Приветствую вас, знаете, для начала, для начала, я бы вам порекомендовал, наверное, разобраться в себе и со своей самооценкой. Потому что, ну как-то уж вы вот слишком оторваны от реальности выглядите в данной ситуации, в ситуации с мужем. Вот, потому что, вроде бы вы разводитесь с ним, вроде бы вы с ним разводитесь, вроде бы с ним развелись. А почему-то вы после этого думаете, что она помнится, почему-то вы после этого живете с ним вместе, имеете с ним интимную связь. Вот, по какой-то причине у вас появляется безумная ревность, хотя вы уже развелись, развелись вы, потому что у вас были проблемы какие-то, вот. Вот, над которыми вы, скорее всего, не работали, да, вот. Вы пишете, я его любил, а хотелось бы, вы раскрыли немножко это понятие, да, то есть как проявляется ваша любовь. Вот, он, главное, нашел другую с двумя детьми, в открытую был с ней. Эээ, Светлана, ну, эээ, что значит в открытую? Что значит в открытую был с ней? Я думаю, вот как это понимать в открытую? То есть, эээ, ну, для меня это немножко странно. Потому что вы развелись, он имеет полное право, в принципе, делать вообще все, что хочет. Конечно, интимная связь, которая у вас была с ним после развода, это не есть хорошо, вот, безусловно. Но, здесь вопрос к вам, опять же, да, почему это, почему она вообще, вообще имела место быть, вот. Откуда у вас ревность появилась, каковы причины ревности, почему вы развелись с мужем, вот. Сейчас вы говорите, что он открытый был с ней, а как ему еще быть, как ему еще быть с ней, если вы развелись? Ага, когда я узнал, что у мужа другая женщина, не у мужа, вы поймите, что не у мужа, не у мужа, вы уже не мужа, жена, он уже не ваш муж, когда вы развелись у бывшего мужа. А вы такое впечатление, что этого не оснаете и не принимаете. Да, развод, как у вас происходил. Так, значит, когда я узнал, что у мужа другая женщина была, у меня были панические атаки. Вот это означает, что вы от него слишком зависимы. Это является одной из причин, почему он нашел другую, более независимую женщину. То есть, знаете, вы слишком сильно в нем нуждаетесь. Вот, видно. То есть, свои какие-то потребности базовые, потребность значимости, безопасности, счастья там и так далее, да, в комфорте, вы перекладываете на него. На мужа бывшего. Вот. Может, так, баническая бака, потерять все. Правильнее так и случилось, не очень понятно, что вы здесь имеете в виду. Я год терпела, думал он опомнится. А зачем терпели и с чего он должен был опомниться? Что вы сделали для того, чтобы он опомнился? Ну, кроме того, что имели с ним интимную связь. Дальше. Так, значит, стало еще хуже, но это правильно, ведь вы все больше и больше унижались, унижались, унижались перед ним. Он дал вас и туда мою дочь. Потом все праздники, он с дочкой был любовницей. Почему любовницей, если вы развелись, опять же, не очень понятно. У меня была истерика. Из-за чего? Из-за чего у вас была истерика? Это ощущение, что я ничего не знаю. То есть, вы чувствовали себя ничего не знающей. Ну, так, расскажите мне, как у вас это чувство развивалось? Дальше. Так. Злала с собой детей, но дочь не соглашалась. Так вы звали или вы приказывали детям? Дочь не согласилась. Это ее выбор, вы так не считаете? Я ее назвала предателем. Зачем? Для чего? Понимаете ли вы, что здесь на ребенка вы принесли свои чувства, свои желания? То есть, сделали ребенка ответственным за то, что чувствуете вы. Сказал, что баба будет любить чужих детей и дочек. Ну и зачем вы это сказали? Давайте разберемся, что вас мотивировало это сделать. Теперь она его ни на шаг не отпускает. Ну правильно, боится потеряться. Со мной видеться практически не хочет, если видеться только в присутствии отца. Ну, она боится, что вы ее у него заберете. В доме, где я жила, муж, когда я прихожу, морально меня угнетает. Ну, это опять же, вы позволяете ему это сделать. Вы позволяете за себя угнетать. Чтобы я подписал ему долю в доме. Ну, естественно, чтобы вы подписали. Если он имеет право на это, но все это вы должны по закону. Если не имеет, вы не должны. Я уже от всего этого не знаю, как жить. Как жить для себя, Светлана. Вам нужно учиться жить для себя, а не для других. Вы же или скрывать для родителей, я так полагаю. Потом для мужа, потом для детей. Нужно жить для себя. Вот когда будете жить для себя, научитесь жить для себя. Когда примите себя, такой, какой вы есть, до конца. Свои желания, свои чувства. Тогда, я думаю, будет результат какой-то. Как наладить отношения с дочерью? Ей здесь след, я ее очень люблю. А как проявляется ваша любовь? Помимо того, что вы называете ее предателем. И говорите, что отец будет любить чужих дочерей. Как еще проявляется любовь? Как проявляется любовь? Ну, по идее, дочка сейчас счастлива с вашим бывшим мужем. Почему вы не довольны этим? Муж очень хитрый, умный и сдержанный. Я, напротив, очень эмоционально. Ну, давайте поработаем с вашей эмоциональностью, чтобы ее не было, чтобы она приносила вам пользу. Хотите? Обращайтесь. Буду рад помочь. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, задавайте. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Удачи. Удачи. Удачи.